Ежемесячно на совет отдела образования собираются руководители школ, детских садов, внешкольных учреждений всего около 80 человек. Именно этот коллегиальный орган решает самые важные вопросы – от перспектив развития сферы образования района до обеспеченности школьников учебниками. Главные темы на сегодня – подготовка учебных заведений к началу зимнего периода и старт нового учебного года. По словам Аллы Бородич, заместителя начальника отдела образования спорта и туризма, все учреждения образования готовы к холодному периоду. Проведен необходимый текущий ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, на что затрачено более полутора миллиардов рублей. Более двух миллиардов рублей выделили на установку стеклопакетов в 3-10 школах гимназии номер один. В целом готовы. Проблемы, конечно, как обычно есть, но они все решаемы. Оценили участники совета и начало 2014-2015 учебного года. Прошло оно организованно, без эксцессов и неудач. Все ученики и воспитанники, согласно списочному составу, пришли в свои учебные заведения и приступили к занятиям. Заполнены воспитанниками все учреждения дополнительного образования. Решены вопросы и с учителями, и с учебниками. Педагогами мы укомплектованы, но, к сожалению, не могу сказать, что на 100%, на 98%. Традиционно у нас не хватает воспитателей учреждений дошкольных, и не хватает учителей иностранных языков. Ну, традиционно математика, физика. Ну, вопросы решаются. В некоторых школах это с привлечением учителей, находящихся уже на заслуженном отдыхе. Отдельно им спасибо, что поддерживают. Ну, и где-то привлечением совместителей. То есть вопросы закрыты, ни один класс не остался без учителя. Ну, также хочу сказать, что решены фактически вопросы с обеспечением учебников. Тоже были какие-то определенные нюансы по учебникам иностранного языка. Ну, и из-за отдельной нерасторопности некоторых библиотекарей или руководителей учреждений были такие моменты, которые приходилось решать уже при поддержке отдела. Избрали в ходе заседания и новый президиум. Возглавил его по традиции начальник отдела образования Игорь Цибулько.